Всем привет, дорогие друзья из сказочной Алании! Сегодня мы находимся в магазине сувениров турецкого чая, лукума и, конечно же, всего того, что вы можете привезти с собой из Турции в подарок, друзья. В этом магазине продается турецкий чай. Например, вот такой вот чай жасминовый. Владелец магазина чуть позже нам расскажет про все эти вкусности и потрясающие вещи. Есть чай с гранатом, есть чай антистресс, есть чай даже для похудения, есть чай, который успокаивает, уравновешивает давление. Здесь большое количество кремов и очень оригинального мыла. Например, мыло с маршмеллоу невероятной красоты и запаха просто потрясающего. Есть мыло, лечебное мыло с календулой, с молоком, с различным... с медом, с жажобой и так далее. В этом магазине есть каталог товаров вот этой вот фирмы и вы можете придя сюда посмотреть, от чего то или иное мыло и как его применять. Конечно же, здесь огромный выбор растворимых чаев, огромный выбор специй для рыбы, для мяса, для курицы. Корица, потрясающая натуральная корица. Ну и, конечно, сувениры, которые вы можете привезти. Знаете, какой самый классный сувенир из Турции? Это, конечно же, турецкий... турецкая керамика. Например, вы можете купить вот такие вот потрясающие красоты тарелочки или, например, подставки под что-то горячее. Турецкие лампы, которые вы видите над нами везде. Посмотрите, какая красота. Ручная работа, это невероятные вещи, которые украсят абсолютно любой интерьер. Очень большой выбор и вот таких вот мелких сувениров, как брелки, вот такие вот красивые подсвечники. В общем, друзья, в этом магазине просто невероятный выбор сувениров. Ну и, конечно же, что мы все любим? Мы все с вами любим лукум. И сейчас мы познакомим вас и с ассортиментом, и с ценами, ну и, конечно же, попробуем очень вкусный лукум. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья! Дорогие друзья, конечно же, в описании к этому видео, где находится магазин лукума, кофе, чая, вы найдете все ссылки и всю информацию в описании к этому видео. А как пройти? Если вы приезжаете на Пятничный рынок, на автостанцию в Алании, вот за мной находятся автобусы, сразу ищите вот эту вот лестницу и около лестницы есть обмен валюты и спускаетесь прямо по лестнице и увидите магазин. Адам Бэй, владелец этого магазина. Адам Бэй, расскажите, пожалуйста, что у вас продается в магазине? Мы придем в сувенир, сладости, чай, специи, лукум, мыло. Конечно, все есть. Очень красивые лампы. Вот я вижу лукум, сладости. Да, лукум, набор для подарочных. Подарочные наборы. И здесь разные виды лукума, да? Да, там все их разные. И есть и такие, и есть чуть побольше коробки. В какой цену вот такие вот наборы? От скольки идут? Они начинают примерно такой 2 доллара, 5 штук. 5 штук, 2 доллара? До 10 долларов, да. От 2 до 10 долларов. От 2 до 10. Смотрите, вот это какой-то очень интересный лукум, да, гранатовый? Да, гранат, фисташки. Гранат, фисташки. В общем, друзья, очень классный набор для подарков, да, когда едешь в Россию, берешь с собой сразу 4 или 5 коробочек и можно подарить родственникам, друзьям, на работе, своим коллегам и так далее. А, вот здесь вот даже видно, да, как он выглядит. Вот так вот выглядит этот лукум. Еще у вас есть вот такие вот... Еще есть примерно половина халва и половина вата. А, пешмани, да, которая? Да, пешмани. И есть с фисташками и с омашек какао, да, со вкусом какао. Обязательно напишите, пробовали ли вы пешмани. Пешмани это напоминает сладкую вату. Да, сахарный ват. Да, сладкую вату. Сладкую вату. Поэтому смотрите тоже. Какую цену, от скольки начинаются цены на пешмани и на халву? 5 долларов, от 5 до 15, потому что там 4 разные и есть еще 8 разные. Вот еще больше. Да, конечно, еще больше есть. От 5 долларов, друзья, вот такие вот классные, красивые тоже подарки. Ну и, конечно же, все, что все хотят привезти из Турции. Что вы спрашиваете? Это кофе и специи. Это специи. У нас есть набор. Тоже вот такие подарочные наборы. И еще есть веницей, которая развесная. Да, есть еще специи на развес. Мы им покажем чуть попозже. А есть вот такие вот, это тоже, да, специи на развес. Но это такие тоже более подарочные наборы. Конечно, да. Какую цену специи у вас? Такой тоже есть. Это 2 доллара от 2 до 15. То есть смотреть из чего. Там есть мельница, без мельницы, шафран. Вы всегда хотите знать, что же привезти из Турции. Еще Ада-Чай. Расскажите немножко про него. Это у нас гора растет. Очень натуральный горя. Правильно? Да, да, да. Ада-Чай. Да, Ада-Чай. Очень полезный. Очень полезный. Да, живот болит или горло болит. Не пьет, лечит. И это еще зимний чай от простуды, да? Он такой, лечебный. Поэтому, когда я вам раньше показывала такой чай, вы спрашивали, что это? Как его заваривать? Ой, он прям пахнет. Горячая вода. Горячая вода. Наливайте в стаканчик или в чашку горячую воду. Вот так, чуть-чуть. Еще нужно помыть, обдать кипятком, промыть. Чуть-чуть помыть, лучше половина. Отломать половинку. Один минут ждешь, когда свет желтый, вытащишь ее. Если не вытащишь, она будет горьким. В общем, отрываете половинку вот этой веточки, кладете в чай, когда она меняет цвет на желтый, достаете, чтобы чай не был горьким. Это очень полезная и классная штука, особенно зимой. Мы всегда его мысли. Наш кофе тоже разный. Есть банки и пакеты. Тоже от 1 доллар до 15 долларов. Разные. Это вот знаменитый Меметы Фенди, да? Да, у нас популярный Меметы Фенди. И есть еще 2 разные другие фирмы масла. У нас оливковое масло. Фирмы Кристалли. Разные фирмы. А это какая фирма? Зей Тинджи. Оливки девушки называется. Оливки девушки. Да, если по-русски переводишь. И еще есть Крысал. Крысал. Крысал и Крысал. Его сосед, наверное. Сосед, брат, брат. Да, брат. Но самый качественный Крысал, конечно. Только они тоже 5 долларов. От 5 до 10 долларов. У нас еще есть пахлава. Пахлава. Ага. Пахлава. Тоже набор. Там 4 разных вкус. Да. И еще есть по отдельной коробочке такой. Поменьше есть еще. И есть еще в Ницре развесной. На развес. Да. Что у нас есть? Всего есть развесной. Чай, специи, сладости. А что вы посоветуете? Покупать лучше на развес или в упаковке? Кому-то себе хочет развесной. Лучше развесной. Всегда, без разницы чего, всегда развесной. Домой. Да, домой. Или мама, родители, брат, сестры. Лучше развесной. А на подарок лучше вот такие, да? Я хочу дешевле и чтобы красиво было, да? Тогда лучше коробки. Коробки. Ну и такие коробки проще подарить кому-то. Да. А я бы посоветовал, чтобы развесной. Вот совсем вот такой вот маленький чай. Набор тоже. Да, набор чая. А, и побольше есть, и поменьше. 6 разные, 8 разные, 10 разные. Это поменьше и еще побольше в коробочке есть. И в какой они цены вот эти? 6 разные. Начинаются вот, скольки? От 4 до 10 долларов. От 4 до 10 долларов. Ага. Ну вот это тоже очень классно на подарок. И тот, кто хочет попробовать разные вкусы чаев, вот смотрите, здесь есть и грейпфрукты, и яблоко, и оливки. Оливки для давления хорошо. Ага. От давления. Оливки для давления, когда пьешь, это щиповник. Щиповник. Это у нас черный чай. Черный чай. Турецкий кофе. Да, яблочное. Поэтому вот смотрите, тоже вариант, кто хочет взять на подарки и попробовать все чаи сразу. Мы прилетели с города Тюмени. Тюмень. Очень вкусный рахат луком. Такого вообще в Турции не первый раз, но вот такую вот вкуснятину. Мы уже кушали первые, как бы пробовали первый раз. Очень все вкусно. Да, очень все вкусно. Очень свежие продукты. Трохат луком очень понравился. Фисташки. Магазин нас впечатлил. Магазин нас впечатлил домой. Ну, наверное, это текстиль. Что-то из текстиля. Какие-то сладости. Специи. Это специи, да. Возможно, крема на оливковом масле. И мы тоже. Возим оливковое. Да. Нам все нравится. Пляж Клиан-Патра просто волшебный. Купаетесь? Май месяц для отдыха. В этом году удачный. Море радует. Пляж радует. Море чистое. Вообще, валдеть. Изумрудного цвета. Все отлично. Друзья, в этом магазине огромный выбор лукума. И сейчас мы с вами будем пробовать. Адам Бэй уже внутри. Сейчас он нам... Я здесь. Да. Сейчас он нам... Угощает. Угостит. И попробует. Адам Бэй, скажите просто. Что внутри вот в этом лукуме? Вот это внутри миндал есть. Верхний фисташки фундук. Вот это внутри миндал, фундук и фисташки только молотые совсем. Молотые. Вот это внутри и верхний фундук есть. Вот это гранат и внутри миндал. Вот это низквик и внутри шоколад фундук. И еще есть... Это все сладкие, еще есть кисленькие. Вот примерно. Кисленькие с гранатом. И внутри фундук, а верхние фисташки. Попробуй чуть-чуть, пожалуйста. Так, пробуем. Ммм, очень вкусно. Гранатовый фундук. И сверху вот здесь фисташки. Скажите, пожалуйста, цены на лукум. От скольки начинаются цены на лукум? От 5 долларов до 20 долларов. И у нас есть еще шербет называется. Шербет лукум почти одинаковый вкус. Только там много орехов. Поэтому она чуть-чуть другой смотрится. И называется другой. Еще вот такой есть. Очень вкусно прямо. А это с чем? Вот это наше национальное сладости верхнее есть. Называется кадаев. Тоже попробуй. Так, пробуем. Очень вкусно. Я такой еще не пробовала, честное слово. Ммм. Очень вкусно. А вот эта вот паста, это что? Это крема от фундук. А, паста фундук. Да, да. Ммм. И винитри миндал. Пожарил миндал. Что еще вкусный? Еще вот это... Я посоветую тебе. Да, это у нас... Это у нас... С фисташкой посыпкой. С фисташкой посыпкой. Верхние фисташки. А внутри? Миндаль. Фисташки и внутри миндаль. Это... Крема, да? Крема от фундук. Верхние фисташки. Поэтому они... Винитрии миндал издал. Чтобы всего вместе орехи были. А где производят этот лукум? Это у нас Афьон делает. Где лукум... Столица лукума. Да. Афьон. И это весь лукум произведен в Афьонике. Афьон, да. Афьон, да. Афьон, да. Афьон, да. Афьон, да. Крупный. А здесь такая мелкая прослойка. Очень вкусно. Это от фрукты. Там банан, ежевика, кубника, киви, денни. Супер. Очень вкусный лукум. Сто процентов вы такого не пробовали. Поэтому приходите к Адамбэю. Он вам все покажет, расскажет. Я думаю, что вы удивитесь. Даже те, кто много раз ездит в Турцию. Есть у нас еще баклава, которая развесной. И разный вкус есть тоже. И еще у нас халва развесной. Развесная халва и баклава. И инжир, да. Друзья, вы тоже спрашивали про инжир на развес. Вот здесь есть инжир на развес. В какой цену инжир? Также есть чурчхела с вкусом граната, рожкового дерева и винограда. Вот такой вот лукум на развес. Ну и еще раз, друзья, покажу вам. Вот этот вот лукум, который здесь есть. Огромный выбор. И как Адамбэй сказал, и сладкий, и кисленький. И всякий разный, который вы любите, с самыми разными вкусами. Фруктовыми, шоколадными, сливочными и так далее. Это мыло из маршмеллоу. Ой. Да, понюхай просто. Угу, пахнет сладким, да, маршмеллоу. И еще олювера, роза. И есть еще русский, который... Мыло для мужчин. Ага. И они качественная фирма. Очень старая фирма. Фирма Талия. Да, Талия. И вообще классная штука. Кампон есть. Для волос. Бальзам для волос. Да, и крем. И... Для тела. Душ, гель. И все, короче, разные есть. И верхний тоже. И еще есть такой крем. Крем. А что это за крем? Крем тоже фирма качественная вещь. Вот такой. А что это за... Это для тестер. А, тоже Талия. Да, тоже Талия. И со вкусом маршмеллоу. Маршмеллоу. Есть олювера. Сладкий миндал. Кокос. Орган. И еще оливка, которая... И гранат тоже есть. И в какую цену вот это вот мыло? От каких... От скольки начинается? 2 доллара начинается мыло до 5. А крем начинает 5 доллар до 20 долларов. И там шампунь, ТДЦП тоже начинает 5 доллар до 20 долларов. Это все хитча натуральные, развесные, которые... Это роза, листочки. Там разные. Жасмин. Для... Который... Пожигает жир. И для метаболизма хорошо есть жасмин. Который в воду выкидывается, открывается как роза. Это все разные вкусы. Там хибискус, землий чай у нас. Черный чай, который крупно-листовой. Зеленый чай. Вот который я вам сказал, что настоящий гранат. Это вот этот гранат. Это тоже гранат, только это еще не открывал цветочки. А это уже открывал цветочки. Это диабет. Сахарный диабет. Вот это для чая специально мешал. Два раза пьешь, день. Два раза пьешь. Они нормализируют, чтобы... Сахар. Да, сахар. И есть еще детокс. И еще для давления тоже нормализирует. И еще гранат масала. Султан, чай после бани. Это наше национальное. Это фруктовый. И вот это для похудеев. Слиминг-ти. Да, слиминг-ти. Вот, а это антистресс. И если спать не можешь, да, что тебя так пьешь, спокойно можешь спить. Понюхай, если хочешь, чтобы как она пахнет. Так, нюхаем, друзья. Да, очень вкусно. Адамбэй, цены на чай? От скольки начинаются цены на чай? Все почти написано. 100 грамм. Начинает 100 грамм. 3 доллара. От 15 доллара. Потому что есть, которые 100 грамм чуть-чуть, и есть, которые 100 грамм много будет. Потому что легкие они. И смотреть еще какой. А какой самый дорогой чай у вас? У нас самый дорогой, который для похудения. 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 Ну, вообще, только когда ее завариваешь, чуть-чуть надо ее заваривать. Они вам 100 грамм почти хватит на 3-4 месяца. И теперь такой чай, это от сушеных фруктов, перетертые сушеные фрукты. И разный вкус есть. Кубника, яблочный, апельсин, арбуз, ежевика, чиви, банан, манго. Это эвкалиптус и специи разные. Когда болеешь, да, от простуды, прям гриб. Я такой чай пью зимой. Полезный, понюхай просто. Ох, да, я знаю, я его пью зимой. Он прям пробивает любой насморк этот чай, да. Белый, черный, зеленый, красный. И есть разные специи для мяса, для курицы, рыба, картошка, для салата. Они специально разные. Черный тюмин, вот это. И еще корица, вот так, корица, имбирь, женщин, орегано, мета, тюмин, куркума, карри, для салата кислинка и чили. И еще есть шафран, который... И вот такой тоже есть, один по одному грамм. Вот так продаем кальян. Да, очень много у вас кальянов. В какую цену начинаются кальяны? Кальян 10 долларов от 10 до 100. От 10 до 100 долларов. Тоже зависит от материала, от качества и так далее. И там кружка. Вот примерно кружка. Вот сюда наливаешь горячая вода. Там картинки есть. Проявляется картинка. И будет вот типа такого. Ага, картинка саланьи. Да. И они тоже стоят от 3 доллара до 10. Для пива большой очень есть. Там слон. Слоны на удачу, для привлечения там денег, всего. Ну и, конечно же, вот эта вот турецкая керамика очень красивая. Да, огромная. У вас есть и огромные тарелки, да. В какой цене, например, вот такие вот блюда? Где-то 25 долларов. 20 долларов. Смотри, тоже, какой работа. Это ручная работа? Да, да, да. Это все ручная работа. Есть такой набор, чтобы там... Для завтрака, например. Есть тоже разные. Ну и, конечно же, Адам, у вас большое количество вот этих вот красивейших ламп ручной работы. Расскажите о них. А, ламп? Да. Ламп? В какую они цену? Кто их делает? Это делает Истамбул и в Анталии. И они тоже два разных качества есть. Вот типа такого, который ламп, его в Венитрии ламп не видно, это турецкий. Который ламп в Венитрии видно, это китайский. Но я бы всегда турецкий хочу, конечно. И у вас есть и большие, и маленькие. Но вот эти вот сейчас, в какую цену вот эти лампы сейчас? Это 15 долларов. 15 долларов. Да, есть еще за 10. И они тоже смотрят размер. А, зависит. Вот это самые маленькие, да? Самые маленькие. 8 долларов примерно. И у вас, конечно же, висят еще и наверху? Да, наверху. Ну, набор, который там. Да, большие. 3 штук, 5, 7 и 11 даже. 3 плюс 1, 4 плюс 1, который в Венитрии никакой. Тоже много разуме, короче. 4 плюс 1, 3 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1, 3 плюс 1, 3 плюс 1, 4 плюс 1, 3 плюс 1, 4 плюс 1. Продолжение следует...